Уссурийские школьники собрались на воздвиженской сопке не для похода. Около сотни детей состязались в спортивном ориентировании. Каждая команда получала карты со спецучастками, которые надо пройти в заданной последовательности. План на руках – старт. Сначала спортсмен расшифровывал пункты на карте. Если ошибался, возвращался к сходной точке и заново начинал путь. За правильной последовательностью движения на трассе следили судьи. Прошел сам – отдай другому. И так, пока вся команда не пробежит в лабиринт. Трасса хорошая. Было немного сложновато. Некоторые проигрывают, некоторые выигрывают. На листиках подскальзываюсь. Получается, соревнования не очень сложные. Есть, наверное, сложнее, не знаю. Это очень помогло для меня. Я сейчас могу ориентироваться по городу и ходить куда-нибудь побольше. Команды разделили на группы по уровню подготовки. Среди самых опытных участников – легион и гранит. Эти составы занимаются спортивным туризмом и ориентированием еженедельно на тренировках. У остальных школьников сноровка меньше, поэтому выступали в отдельной категории. Спортивные рамки такие могут быть в одной команде и 2002 год, и 2006 год. Но те, кто 2006 год, у них все впереди. То есть они набираются опыта. Ну и как опыт показывает, многие младшие, даже лучшие старших проходят. А вообще дистанция для всех одинаковая. Она не сложная, она интересная. Она вся просматривается. Среди самых техничных и подготовленных спортсменов лучшими стали воспитанники ЦРТДЮ – команда «Легион». У новичков в своих возрастных группах быстрее всех из «Лабиринта» выбрались ученики школы села Воздвиженки, а также 16, 11 и 24 школ. Следующие соревнования по спортивному ориентированию в дисциплине «Лабиринт» состоятся только весной.